Я их просто ненавижу. То есть я не посылаю негативные сигналы сейчас во вселенную, но я не люблю эти праздники. Я не люблю две недели после Нового года. Я не понимаю, почему люди должны столько бухать. Вы понимаете, что на самом деле люди в это время пьют. Особенно, просто пьют, потому что у них есть возможность пить. Вот они пьют. Я не понимаю, зачем такие праздники. Ну не понимаю. Есть отпуск, есть каникулы. Вот и уезжайте, отдыхайте. Зачем столько праздников? Я не знаю. Я не люблю их. На ваш взгляд сократится, безболезненность для народа? Или все бунтов? Не, ну я думаю, бунты, конечно, будут. Но как, что они будут? Особых бунтов не будут. Если у народа еду забрать, вот тогда будут бунты. А праздники-то, ну я бы подсократил, конечно. Особенно после Нового года. И вот эти бесконечные... Первое мая. Вот что за праздник был? Раньше был какой-то... Потом его заменили... Что такое Первое мая, вы знаете? День труда. День труда. Какого труда? Какого труда? Если день труда, давайте трудиться, а не бездельничать. Ну, как бы, я это не понимаю. Девятое мая не вопрос. Действительно. Девятое мая – это очень важный праздник. Важный праздник для того, чтобы мы помнили. Мы помнили то, что сделали наши предки. И мы помнили и помнили историю. Потому что, зная историю, можно многое, наверное, предотвратить. Но это важный праздник. А праздник труда в российской конституции, праздник чего у нас еще? Космонавтики. Ну, как... Я не знаю. Ну, супер. День ВДВ. Нет, тоже супер, что этот праздник есть. Но зачем устраивать выходные? Ну, для ВДВ, наверное, нужны выходные, потому что их праздник, а для остальных... Согласна.